Начинаю сегодняшний эфир именно в это время, так как на фронте происходят беспрецедентные события. Постараюсь, я думаю, что я смогу быть первым, одним из первых, кто расскажет вам наиболее важные события, которые сейчас происходят на фронте. А на фронте происходят исключительно важные события. Мы можем говорить, скажу следующее, что по всей информации, которую мы получали днем, россияне взяли Северодонецк, россияне идут вперед, но, к счастью, добрый вечер, все совершенно не так. Россияне разбиты в центре Северодонецка. Вооруженным силам Украины удалось нанести поражение российской армии, завлечь их в Северодонецк, завлечь их в ловушку, в капкан. Российские войска вошли в Северодонецк, и после этого они попали в капкан вооруженных сил Украины. Российская армия была окружена в Северодонецке, понесла огромные потери в живой силе и технике, эти потери беспрецедентны. Российская армия отброшена из центра Северодонецка. Огромные потери понесли кадыровцы, большущие потери их очень берегли. Даже, вы знаете, когда кадыровцы попадают в плен, их сразу стараются обменять. Россияне всегда выходят на командование ВСУ на местах с просьбой обмена кадыровцев, потому что это для них святое. Когда русские солдаты попадают в плен, на них всем наплевать в России, но если в плен попадают кадыровцы, их сразу стараются обменять. Так вот, в наступлении на Северодонецк россияне массово использовали кадыровцев. Кадыровцы понесли беспрецедентные потери. Тяжелейшие потери понесли вагнеровцы. Их также привлекли к наступлению в Северодонецк. Фактически все элитные части спецназа России, которых брали с Северодонецк, понесли катастрофические потери. Россияне разбиты в центре Северодонецка. Несмотря на то, что сейчас фактически поздний вечер, начинается ночь, вооруженные силы Украины ведут беспрецедентное наступление в Северодонецке. Планы Путина разрушены. Планы Путина не состоялись. Планы Путина по взятию Луганской области провалены на вот эти минуты. Россияне успокоились. То, что они взяли Северодонецк. Вот. Они взяли Северодонецк. Они успокоились, они были уверены. Но сейчас, в эти минуты, российская армия разбита в Северодонецке. Весь центр Северодонецка контролируется вооруженными силами Украины, которые дальше идут в наступление. Вот, что происходит сейчас. Я хотел бы вам сказать, что россияне потеряли три современных модификации танка Т-72. Они потеряли шесть танков Т-80 с стройной динамической защитой. Огромное количество боевых машин пехоты. Огромное количество боевых машин десанта. То есть, потери превышают 300 человек убитыми и ранеными. Причем, я говорю о раненых, которые... Это солдаты и офицеры, которые потеряли конечности, которые имеют ранения, несовместимые с дальнейшим продолжением воинской службы. Количество легкораненых вы можете представить сами, посчитав пропорции. Поэтому новость хорошая. Новость говорит о очень серьезной подготовке вооруженных сил Украины. И мы можем поздравить нашу армию с нанесением поражения российской армии на данный момент в Северодонецке. Даже если российские войска смогут собрать резервы и снова войти в Северодонецк, сегодняшнее поражение России, которое происходит сейчас в Северодонецке, является беспрецедентной победой вооруженных сил Украины. Это большая и настоящая победа. Также хочу сказать, что нашей артиллерии, нашим войскам специального назначения Украины удалось уничтожить большое количество подкреплений за последние 3-4 часа, которые шли к Северодонецку. Подкреплений из элитных частей российской армии. Эти подкрепления также дезорганизованы и в значительной части уничтожены. Вот этим объясняется такое неудобное время для эфира, в которое я вышел, потому что я должен был сообщить вам эти важные новости непосредственно о событиях, которые происходят на фронте в Северодонецке и непосредственно от ребят, которые сейчас ведут там бои, которые блестяще ведут там бои. Я хотел бы отметить блестящее участие ветеранов польского спецназа ГРОМ. Спасибо польскому народу. Во многом эти ребята сегодня проявили себя отлично. Эти ребята сегодня, наши польские братья, показали себя героями в Северодонецке, так как их роль в этом контрнаступлении вооруженных сил Украины очень высокая. Вот приблизительно, что сейчас происходит. У меня также вопросы приходят по Северодонецку. Я буду сразу же отвечать на этом вопросе. Очень важное понимание, да, меня спрашивают, главная идея Путина о полном захвате Луганской области. Да, эта идея оказалась под угрозой, я уже сказал об этом. Путин не смог занять Луганскую область, так как сейчас Путин терпит поражение в Северодонецке. В эти минуты это все происходит онлайн. Все эти события. Дальше. Вопрос. Да, еще раз повторю, что нашей артиллерии и войскам специального назначения удалось уничтожить подкрепления, элитные подкрепления российской армии, которые шли к Северодонецку. То есть не только наносится поражение в Северодонецке, но и уничтожены элитные подразделения российской армии, элитные подразделения российского спецназа, которые шли к Северодонецку и продолжают идти сейчас. Россия снимает части со всех направлений Флоронто, ослабляет свои группировки, давая возможность нашей армии перейти в следующее контрнаступление и бросает их сейчас под Северодонецк, так как россияне терпят поражение сейчас в Северодонецке. Который, если мы почитаем новости, как бы взят был уже российской армией. Но не все так, и именно поэтому сегодня вот так неожиданно я выхожу в эфир для того, чтобы сообщить вам, дорогие украинцы, мои сограждане о том, что наша армия идет вперед. И не все так, как планирует Путин, и не все так, как собирается сделать Россия в этой войне. К вопросам по поводу техники. По поводу техники я уже сказал, что уничтожены 6 БВМ Т-80, основные ракетно-пушечные танки, встроенные динамической защитой. Это одни из лучших танков, которые находятся на вооружении российской армии. Также уничтожены Т-72. Современные танки. 2016 года производства, три танка уничтожены, Б-3. Сейчас в Северодонецке сожжены. Вот постараюсь сегодня дать вам максимум конкретной информации, для того, чтобы вы могли визуализировать все, что происходит сейчас. И слава героической украинской армии, слава польскому спецназу Гром, ветеранам, которые ведут блестящие бои сейчас в Северодонецке, в качестве добровольца у иностранного легиона, можем их назвать там. Слава Польше и польским солдатам. Дальше вопрос. Численность потерь ранеными и убитыми сейчас около 300 человек. И это число растет. Это невосполнимые потери. Также хотел бы отметить я, что участвовали в этой операции в Северодонецке бойцы CA британского спецназа АТЛИ. Они отлично себя проявили. Это тоже ветераны. Это я говорю исключительно о ветеранах, которые добровольно могут участвовать в боевых действиях, которые не являются представителями вооруженных сил. Поэтому британский спецназ также принимает участие. Принимает участие 6-й отряд морских котиков, ветераны. Это лучший спецназ Соединенных Штатов. И вот все эти силы сейчас жарят российскую армию в Северодонецке. Это, я думаю, очень важная для всех информация. Вот. И спасибо большое нашим союзникам, солдатам, офицерам, которые сейчас участвуют вместе с вооруженными силами Украины в этой операции. Вопрос. Также, безусловно, я хотел бы отметить участие 93-й бригады спецназа Вооруженных сил Украины, которые также участвуют в этой операции и блестяще выполняют поставленные задачи. Вот это главное сообщение, которое я хотел бы сказать. А сейчас буду отвечать на вопросы, которые поступают дальше, и рассказывать дальше оперативную обстановку. Бои сейчас идут. Украинская армия выдавливает русских в Северодонецк. Что будет через час или два, никто прогнозировать не может. Они подтягивают силы. Эти силы успешно уничтожаются, но они сейчас бросают все свои силы для того, чтобы исправить ситуацию в Северодонецке. В любом случае, их потери настолько серьезны, что говорить о наступлении на Краматорский и Славинск, которые намного лучше укреплены, чем Северодонецк, где у нас мощнейшие группировки практически невозможны. То есть, россияне не смогли справиться с Северодонецком, а Славинске и Краматорске вообще речи нет. Там у нас еще более мощные группировки, еще более мощные укрепления и еще более мощная огневая мощь. Перехожу к вопросам. Будем идти дальше. До вопросов. Очень важную вещь хотел бы отметить. Дело в том, что сейчас Северодонецкая группировка оттягивает, я уже говорил об этом, максимальные силы российской армии. Приблизительно то же, что происходило в Мариуполе, что давало возможность держать оборону, держать динамическую оборону, не позволять россиянам устраивать прорывы и наступления. То же самое сейчас происходит в Северодонецке. Итак, переходим к вопросам. Кроме кадыровцев, какие еще и вагнеровцев, кто еще помогает российской армии? Ну, я вам скажу следующее. В боях сейчас в Северодонецке наиболее тяжелейшие потери понесли так называемые войска, в кавычках, ДНР, ЛНР. Там потери беспрецедентны, потому что это неподготовленные местные жители, бывшие граждане Украины, которых согнали, дали в руки автоматы и погнали вперед. Вот они также помогают, они также участвуют, если это так можно сказать, в боевых действиях, и умываются кровью. Очень платят тяжелую цену за свою глупость и тупость, которую они проявили в 2014 году. За все в жизни надо платить. В состоянии ли вооруженные силы РФ восполнить потери в технике, в личном составе? Знаете, вооруженные силы РФ, самое главное, несут невосполнимые потери, невосполнимые, в военной технике. Почему так происходит? Дело в том, что промышленность Российской Федерации, фактически военная стоит. Они не могут производить ту военную технику, которую они теряют. Мы же эту технику постоянно получаем, и я детально сегодня еще раз пройдусь по тем аспектам получения техники, которые, во-первых, произошли за последнюю неделю, и о которых я еще не говорил вам, дорогие друзья. Вот, но это после ответов на вопросы. Так, какая ситуация в Камышевахе? В Камышевахе. Россияне сегодня весь день пытаются там закрепиться, в Камышевахе. Но хочу вам сказать, что по информации, которую я имею, наши войска, я надеюсь, что эта информация многосторонняя, проверенная, но у меня нет стопроцентной уверенности, но наши войска вытесняют россиян с Камышевахи на данном этапе. Вытесняют. Но эта информация все-таки нуждается в проверке. На других участках фронта что происходит? Ну, на других участках фронта что происходит? Значит, под Торновой, значит, что происходит? Россияне вспахивают фактически землю системами Торнадо и Смерч, и только после этого пытаются продвигаться. Это безуспешно. Также приблизительно такая же ситуация в Красногоровке, где идут тяжелейшие бои. По Херсонской области удалось россиянам остановить наше контрнаступление. Вот по состоянию на сейчас. Это касательно Херсонской области. По Торновой бы я сказал, по Красногоровской так же сказал. Красногоровск это Харьковская область. Россияне активно применяют боевую авиацию на данных направлениях, организуют мощные артиллерийские удары, но у них ничего не получается. Вот что я хочу. Единственное, что у них получилось остановить контрнаступление в Херсонской области. И по моей информации вернут два населенных пункта. Также отдельное спасибо военно-воздушным, военно-космическим силам Российской Федерации. Дело в том, что сегодня два штурмовика суперсовременных, грач, военно-космических сил Российской Федерации нанесли удары по российской армии. Убито около 55 солдат, около 80 раненых. Так что спасибо военно-космическим силам России, суперсовременным штурмовикам Грач за то, что они нанесли удар по российским оккупантам. Конечно, это дружественный огонь, но все равно летчики молодцы. Медалями и орденами их награждать мы не можем. Но это серьезно. Нанести удар по идущим в наступление российским войскам, используя два суперсовременных штурмовика Су-25 Грач, то есть россиянам это удалось, сами ударили по себе. Все равно приятно, молодцы. Как раз на том участке фронта наша авиация не действовала. И в принципе, еще раз скажу, ВКС, военно-космические силы России, ударом по российской армии же помогли нашим войскам очень существенно. Переходим к следующему вопросу. Так. По кому в Шевахе я ответил, есть шансы, есть шансы вытеснить полностью россиян до ночи. По Красногорске я сказал, значит, ну что я вам хочу сказать. В Харьковской области фактически 4 БТГ, батальона тактических групп российской армии, практически недееспособны, они понесли непоправимые потери и остановились. Участие в дальнейшем боевых действиях принимать не могут. Слишком высокие потери в личном составе и технике. Дальше идем. Был бы вот вопрос по Белоруссии, отвечу по белорусской армии, отдельно отвечу. Дальше. Вопросов много, я должен ответить на все вопросы. Так. Ну пытаются, вот они бьют по Николаевской области, по Николаеву также. Используют пионы 2,7. Малки, свои вот наиболее крупнокалиберные орудия, 203 мм. Фактически результаты это не приносит. Военного. Но это разрушает инфраструктуру. Гибнут мирные люди. Теперь переходим дальше. У меня вопрос по противокорабельным ракетам. С учетом того, что россияне вывели 5 десантных штурмовых кораблей. Значит, смотрите. Самое главное не то, что россияне вывели 5 десантных штурмовых кораблей снова в Черное море, а то, что Швеция нам дала РБС-17 противокорабельные отличные ракеты с радиусом действия 10 км, которые смогут предотвратить новые интересные российские планы по высадке на нашем побережье, я имею ввиду Одесскую часть морской линии побережья. Что я имею ввиду? Дело в том, что россияне понимают, что если они будут производить высадку с десантных кораблей в зоне прямой видимости, то они будут поражены и уничтожены противокорабельными ракетами, а также средствами артиллерийского поражения и украинской авиации, также другими видами ракетного оружия. Поэтому они запланировали высадку за горизонтом, то есть что такое морская десантная операция за горизонтом. Когда в зоне прямой видимости мы не видим десантных кораблей, они высаживают плавсредства, а это морские танки, это БМП, ну назовем их так условно, такого названия, вот, которые уже с личным составом и другие средства доставки личного состава морской пехоты и сводных подразделений мотострелков, которые уже идут к берегу. Так вот, эти шведские ракеты, которые нам поставили, в состоянии уничтожать с лазерным наведением именно вот эти малые средства. Поэтому и здесь Россия получит хороший и достойный ответ. Вот, также Швеция нам поставили вляет очень серьезные автоматические стрелковые оружия, боеприпасы, так что большое спасибо шведскому народу. Дальше. Мелким почерком приходится читать. Да, вот кто-то из россиян мне пишет, что я сказочник, вся эта информация проверяется. Еще раз скажу, что российская армия, мне приятно это говорить, русским телезрителям вышвырнута с центра севера Донецка, несет поражение, ступает, так что большой привет. Вот. Как я и говорил, поражение России стратегическое, оно обязательно состоится, и оно уже состоялось. Вопрос за тактическими победами. Так, дальше, что мы имеем? Так, значит, очень важная новость, это поставки, согласен запланированные поставки суперсовременных ракет воздух-воздух, немецких, которые будут запускаться с наземных пусковых установок. Это исключительно важно. Это отличная суперсовременная система ПВО, которая позволит нам очень много, очень много сюрпризов, очень много сюрпризов принести военно-воздушным силам России. Вот. Так что ШТОЦ решил поставить нам это ПВО, и это ПВО будет поступать вооруженные силы Украины. Будут ли введения санкции в сторону Турции за поддержку РФ? Вы знаете, по Турции отвечу. Смотрите, не будет РФ, я много раз говорил, не будет России, не будет Турции. Турция нужна Западу для того, чтобы противостоять России. Турция нужна Великобритании именно для того, чтобы построить вместо России какое-то понятное пространство контролируемое в виде Турана, Союза Турецких Народов. Но турки очень боятся исчезновения России, потому что Турцию тогда будут рвать на куски, как изнутри, потому что это многонациональное государство, где люди боятся своей идентичности. Когда в Турции начали открываться лаборатории DNA, анализы ДНК, и люди пошли сдавать анализы, они с удивлением увидели, что они все на 90% потомки или греков, или армян, и не имеют к туркам никакого значения, никакого отношения. Эти лаборатории сразу закрыли, исследования прекратили, поэтому Турция это та же Россия, только на юге. Сейчас все те люди, которые браво рапортуют о наших победах и даже куют нашу победу, они 15 лет призывали и объясняли всем украинцам, что Турция это союзник Украины. Мы увидели, а я говорил более 20 лет, что это не так, что это такой же враг Украины, как и Россия. Но потом мы говорили о Байрактарах, которые собираются в Украине, потом с Турцией продается сюда, многом другом. Так вот, Турция такой же опасный враг, как и Россия, и Турция действует в связке с Россией, и Турция претендует на Крым, так же, как и Россия, так как считает Крым своей землей. Вот что нужно сдать от Турции. Будут ли санкции против Турции? Здесь все зависит от тех балансов, в которых Турция отводится место, и решения об этом вопросе будут приниматься Соединенными Штатами при обязательной консультации с Великобританией. Великобритания наш важный союзник, Великобритания очень нам помогает, но Турция для Великобритании это просто ребенок, поэтому Соединенные Штаты не будут обижать ребенка Великобритании, не проконсультировавшись с ними, поэтому посмотрим, как договорятся Великобритания и Турция. Также вот что я хотел еще, вопросы по, вот, смотрите, я много говорю о самоходной гаубичной артиллерии, так вот, я хотел сказать, что Германия также решила передать нам гаубицы, Панцер Гаубиц 2000, который в состоянии внести перелом ведения боевых действий. Панцер Гаубиц 2000 это высококлассное оружие, у которого русские не могут ничего, ничего противопоставить. Панцер Гаубиц 2000. оружие супер современное, наши артиллеристы проходят подготовку, значит, гаубицы будут и вступят в бой. Огромное количество беспрецедентного оружия, огромное количество, и сейчас самое главное для нас выдержать именно тот интервал, выдержать именно максимально долго выдержать период, пока насыщение, как я уже говорил не раз, вооруженных сил Украины современной техникой станет массовым. Это исключительно важно, и это единственное, что нам нужно сейчас делать. У России нет ресурсов, у России нет ничего, кроме ядерной бомбы, и нам нужно продержаться, пока насыщение техникой вооруженных сил Украины достигнет такого уровня, что мы будем уже гнать россиян с территории Украины. Вот приблизительно что происходит. Дальше вопросы. Это я уже ответил, и это и по технике ответил. Какое еще, что по поводу, какое РСЗО мы еще планируем получить от наших западных союзников? Так, значит, смотрите, РСЗО мы планируем получить М270 британское, современнейшее РСЗО, которое в состоянии, если нам, когда придет время, поставят еще баллистические ракеты, то оно в состоянии запускать и баллистические ракеты. еще вопрос. Так, это Multi Launcher Racket System, то есть многофункциональная ракетная система, одна из самых современных и существующих в мире. Вот, и эти РСЗО также мы получим британские. Великобритания оказывает беспрецедентную поддержку, как и Соединенные Штаты. Нам помогают 23 страны мира, но безусловно, что лидерами являются Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Это два основных локомотива. Безусловно, с полным запуском Land Lease уже США станет полностью лидером. Вот, полностью станет лидером, но хочу вам сказать, что Великобритания всегда будет играть очень существенную роль. Здесь вопрос по ОДКБ. Что может Россия сделать? Нет никакого ОДКБ, нет человеческих ресурсов, невозможностей, и это напрямую связано с вопросом о Белоруссии. Будет ли наступать Лукашенко? Вот вы знаете, сейчас в Северодонецке решается вопрос, будет ли наступать Лукашенко. Ему и хочется, и страшно. Конечно, Лукашенко уже готов к наступлению для того, чтобы попытаться по приказу Путина перерезать коммуникации и поставки техники и вооружения, нанеся удары по Волыне и по Житомирской области. Конечно, вероятность его наступления высокая, но если россияне будут терпеть поражение, то он этого не сделает, ему просто страшно. И хочется, и колется, и страшно. Да и белорусская армия не активна. У меня тут был раздел, где я детально говорил о белорусской армии. Вы можете посмотреть, почитать, послушать точнее, и вы увидите, что белорусская армия это не та армия, которая может угрожать Украине. И в Беларуси это прекрасно понимают. Да, и вам спасибо. Вот, приблизительно так. Вот здесь спрашивают представители России, а че не на мове черт булькает. Да, я, конечно, такую глупость комментировать не буду. для того, чтобы россияне тоже знали, я говорю по-русски, потому что люди, владеющие русским языком, не в состоянии понимать ни один славянский язык. Поэтому говорю на русском, для того, чтобы большее количество людей, в том числе России, получало правильную информацию украинскую мову володюю вильно, с детенства, так что проблеми на яку и на ма. Есть ли реальная угроза в данный момент для прибалтийских стран со стороны РФ? Ну, смотрите, атака прибалтийских стран, угроза, конечно, есть и со стороны Калининградской области, и со стороны Псковской и Новгородской областей, но там сейчас очень высокая концентрация войск НАТО и Россия, которая не может взять Северодонецк, Россия, которая провалила все цели операции, Россия, которая оказалась, Россия, которая фактически провалила все свои графики уже 101-й день войны, а для второй армии мира это просто позор. Пропустил вопрос, потому что я одновременно вхожу в тему вопроса и не всегда читаю. Да, бои у Донецка у меня вопросы идут, идут, конечно, бои у Донецка. Здесь написано, что нацики вы ответили за кровь детей Донбасса, за шаженных в Одессе, но это полная чушь, комментировать не будем, привить с полтавщины и вас витаю. Вот. Что я хочу сказать, дорогие друзья, в этой ситуации важно держаться. С каждым днем, с каждым днем Россия теряет ресурсы. Мы тоже их теряем. Мы несем тяжелые потери среди мирного населения. Россия ворует граждан, отправляет их в Россию массово. Мы теряем мужское население, но у нас нет другого выхода. Можете предсказать следующие действия Кадырова? Следующие? Нет. Какие могут быть действия у Кадырова? Кадыров это любимый ребенок Путина, это его опора. Вот. Как Путин скажет, так и будет. Не будет Путина, соседние кавказские народы просто и сами чеченцы решат этот вопрос в считанные дни. Вот. Ну, очень мне приятно, что есть такие российские комментарии, как бред, чушь, то есть это говорит, что им тяжело это слушать, поэтому не надо было начинать. Вот. Да, у меня есть Facebook, если вы зайдете на страницу канала, там есть все социальные системы, куда вы можете зайти. Вот. Да, россиянам читать это тяжело, потому что они слушают чушь по своим телеграм-каналам героическую и по телевидению, поэтому им очень сложно. Вот. Когда они слушают правду и то, что происходит. Да. Вот пишут, чтобы я был поаккуратнее с Кадыровым, но у меня Кадыров никак не интересует ни в каком формате. Вот. И не в аккуратном и не в аккуратном тоже. Да. И вам спасибо. Вот. В принципе, я ответил на все вопросы. Если есть какие-то вопросы более детальные, пожалуйста, говорите. У меня есть время. Для моих телезрителей всегда буду отвечать. Я хочу сказать, что является ли прямой поддержкой войны в Украине подписание 23 февраля за день до войны союзнического соглашения Азербайджана и России. Ну, смотрите, за два дня до нападения России Азербайджан подписал с Россией декларацию о военном и стратегическом сотрудничестве. И через два дня Россия напала. Азербайджан, о котором 20 лет объясняли украинцам, что это лучший союзник. Вот теперь вспомните, посмотрите старые видео, кто это говорил, как это объяснял и какой Азербайджан и Турция оказались союзниками. Я думаю, телезрители сами дадут ответы. Сколько чуши и мусора им вливали в голову. И по поводу других стран тоже. Вот. К сожалению, на Южном Кавказе союзников нет. Вот. у нас на сейчас никаких и в ближайшее время быть не может. Союзники могут быть сейчас на Южном и Северном Кавказе народы, но не государственное образование. Государств союзников у нас на Южном Кавказе нет. Отчего всего 170 человек смотрят этого человека? Я не знаю, почему 170 человек меня смотрят. Сколько смотрят. Столько смотрят. Если я не занимаюсь рассудкой канала, не умею этого делать. Вот. Совершенно ничего для этого делать. Так. Опять глупости. Пишут да про нацистов. Гениально. Вот. тяжело россиянам слушать правду. Очень сложно. Особенно после того, как Путин выстрелил России в голову, начав эту подлую войну. Я читаю аналитическую специальную литературу. Наши каналы не смотрю, наши YouTube-каналы тоже не смотрю. Почему сюда заходят россияне? Неужели есть сомнения к их власти? Ну, смотрите, россияне, и война ждет, и на информационном поле. Они же боятся потерять контроль. Почему россияне не проводят мобилизацию? Потому что вооруженные миллионы узких мужиков снесут эту власть, которая есть. Вот. И, конечно, они боятся потерять контроль, так как это случилось во время Первой мировой войны. Так. Замечательно. Вот такие дела. Есть ли еще вопросы, дорогие друзья? Вот россияне мне пишут, что это последнее мое видео. Это Господь решит. Последнее ли это мое видео, или нет? Так. Пишут тоже россияне, что скоро будут вещать в Киеве. Гениально. Я уверен, что вы никогда не будете вещать в Киеве. Вот. И то, что такой России, как сейчас, вообще не будет. Дорогие друзья, буду завершать этот прямой эфир. Самое важное я вам сказал. Вот. Про то, что я сказал. вот, я думаю, что самое важное я ответил на те вопросы, которые заставили меня выйти в эфир. Сейчас я буду выходить из эфира. Всем желаю победы, мира, жизни, чтобы все, дорогие украинцы, у всех было хорошо и больше осталось в живых людей и чтобы удалось выдержать. Вот. А выдержать удастся. Поэтому всем желаю да, пишут, что я засветил свое личико. Я всегда говорил всем то, что я хочу, всегда в лицо. Всю свою жизнь, юных лет. Вот. Два старших брата моего деда были повешены русскими в городе Карси. Мой дед и его брат отрубили голову Исаулу Быкову в 1907 году, когда они пытались из армянской церкви тоже в Карси, Российской империи, сделать православную. Так что мы никогда никого не боялись и жизнь всего одна. Бояться можно только Бога. Спасибо большое. Всем желаю мира, здоровья и сохранить свои жизни. Победа обязательно будет за Украину. Подписывайтесь на канал Национального Демократического Полюса в YouTube. Спасибо.